Приветствую вас и ответить на вопрос я бы хотел с самого конца, где вы спрашиваете о том, можно ли без психолога справиться с вашей проблемой. Ответ на этот вопрос будет уже так, в принципе, теоретически можно, но практически вы будете делать это долго и очень высокий риск из того, что вы сами себе нанесете много вреда, много серьезного вреда, я бы даже так сказал. Много серьезного вреда вы можете себе нанести, именно если будете пытаться достичь своей цели не через работу со специалистом. Почему? Дело в том, что вы сами себя воспринимаете, ну, скажем так, не совсем объективно. И именно из-за отсутствия объективности по отношению к вам, по отношению к себе, вы не можете детально и правильно анализировать то, что с вами происходит. И в результате из одних и тех же посылок, это говоря языком логики, из одних и тех же посылок, вы будете делать неверные выводы, что приведет к негативным последствиям. Соответственно, также я ответил на ваш вопрос, ну, хочется верить, что я ответил на ваш вопрос о том, насколько долго этот процесс будет заниматься. Надеюсь, на этот вопрос я ответил вам так же. Дальше, значит, вы здесь спрашиваете, как от этого избавиться. Ну, во-первых, ваша, если вы говорите о неуверенности в себе, то неуверенность в себе, она ведь с чем-то связана, правильно? То есть неуверенность в себе, она имеет некие такие корни, некие такие причины, которые, безусловно, кроются в вас. Если угодно. И вот, каковы у вас причины для неуверенности в себе? Быть может, вы какие-то моменты, касающиеся вас, не принимаете в себе. Если так, то почему? Человек не может общаться с другими людьми, не принимая себя. Потому что только приняв себя, можно принять других. Это аксиома. И вам нужно для начала принять себя, чтобы принять других людей. Это первое и важное условие для взаимодействия с окружающими людьми. Дальше. Если вы в чем-то в себе не уверены, то с чем у вас связана эта неуверенность? В чем именно вы в себе не уверены? И неуверенность в суть – ваши слабые места. Значит, необходимо ответить на вопрос. Какие же у вас есть слабые места и почему? И что делать, чтобы эти слабые места перестали быть таковыми? Либо вы их купируете, то есть, либо вы сделаете из них сильные места. То есть, по сути дела, слабости превратите в достоинства. Либо вы будете вынуждены, в силу отсутствия у вас выбора, принять себя такой, какая вы есть. Потому что в противном случае вы рискуете, ну, вот быть той, какая вы сейчас. Если вы этого не хотите, то начинать нужно именно с этого. С определением того, что стоит у вас на пути к тому, чтобы не чувствовать себя неуверенно. Условно говоря, чем вы хуже, например, других людей? То есть, почему одни люди молчат, а другие говорят? Почему так? Потому что люди считают себя хуже других. А вот чем обусловлена такая их позиция? Почему они считают себя неравными? Откуда эта установка взята? Какие у нее источники? Родители, например, это могли вам внушить, или, может быть, что-то еще нужно растеряться. И пока непонятно, откуда эти источники, не будет понятно, и как вам от этого избавиться. Избавиться от неуверенности в себе. Далее. Неуверенность в себе – это комплекс. То есть, когда вы сидите и не можете ничего сказать, по сути вы комплексуете. Комплекс – это то, с чем человек сам не молит справа. Потому что комплекс – это очень субъективное состояние, при котором, условно говоря, запускаются те механизмы, механизмы, защитные механизмы человека, регулирующие, которые сам человек регулировать не способен. В силу аффективности состояния, в силу вовлеченности в ситуацию и так далее. То есть, я надеюсь, вы понимаете, что просто с неуверенностью справиться вы бы сами могли и можете. Но если у вас есть серьезные, устоявшиеся проблемы, то вряд ли вы можете сами с этим справиться. В силу, как я уже сказал, субъективности своего восприятия. Теперь, что касается страха публичных выступлений. Здесь ситуация такова, что вообще-то, говоря, страх публичных выступлений преодолеть самостоятельно, ну, конечно, можно, хотя и это тоже не так просто. Я вам могу порекомендовать один, значит, способ, который, быть может, я надеюсь, поможет вам. Этот способ заключается в том, что вы пишете, что, значит, вот вы чувствуете себя зажатой и так далее. Давайте подумаем, каковы причины этой зажатости. Это отдельно вы разберете. Давайте подумаем так. А при каких условиях вы не чувствуете себя зажатой? Условно говоря, что дает вам почувствовать себя свободно? Рядом с какими людьми, например, вы чувствуете себя свободно? И так далее. Вот попробуйте ответить себе на этот вопрос. Рядом с какими людьми вы чувствуете себя свободно? Для чего это делать? Для чего задавать себе подобный вопрос? Ответ достаточно прост. Для того, чтобы иметь некую базу, некий базис для того, чтобы от него, от этого базиса отталкиваться. И отталкиваясь от этого базиса, вы могли бы достаточно успешно повышать сложность ситуации. Ну, то есть, условно говоря, от простой ситуации сложно, вы будете идти. И постепенно, за драком, вы будете таким образом бороться. Допустим, один человек не вызывает у вас зажатости. Не вызывает у вас чувство зажатости, когда вы находитесь, например, в тем-то, кто либо вас хорошо знает, например, либо этот человек ваш родной, ваш родственник, и вы чувствуете себя с ним свободно. Хорошо? Давайте подумаем. Вот, с ним вы чувствуете себя свободно. Ага, если этих людей будет несколько, если этих людей будет уже больше, чем один, как вы будете себя чувствовать тогда? И главное, чтобы вы увеличивали количество людей, которые с вами находятся вместе. Чтобы вы не боялись этого делать. Чтобы вы повышали и повышали сложность ситуации, но постепенно. Потому что, когда вы будете находиться в идеальной для себя ситуации, вам будет хорошо. То есть, условно говоря, вы будете звездой у себя в комфорте. А когда ситуация будет меняться, вам будет сложно. И чувство комфорта вы потеряете, естественно. И вот важно, чтобы вы, с одной стороны, не скатились в поле страха, Но, с другой стороны, чтобы и комфортно до конца, вам не было. Для этого я и говорю, постепенно повышать некомфортность ситуации. Если вы будете это делать, то есть, повышать сложность ситуации постепенно, Смотрите, как раз таки, сами справиться со своей проблемой. Конечно, не сразу. Конечно, это будет работать для вас. Но, возможность, возможность для этого у вас есть. Кроме того, ситуация заключается еще и в том, что, работая над уверенностью в себе, И ставя определенные задачи и цели, которые вам необходимы для повышения чувства уверенности, Вы будете тем самым, я бы сказал, автоматически, Ну, или лучше будет тут выразиться, наверное, параллельно, Вы будете убирать и при жизни для страха публичного выступления. И поскольку сначала от данного страха априори отдельно избавиться тяжело, То я рекомендую вам сначала поработать над тем, в чем вы в себе не уверены, А уже после, после того, как это будет сделано, Обратите внимание на то, что останется по окончании, по окончании основных работ. И вот тогда, как раз, я думаю, что проблемы свои вы решите настолько, Насколько это возможно именно без психолога. Я бы все-таки не рекомендовал бы рассчитывать на какой-то такой уж прям большой результат. И не рекомендовал бы рассчитывать на быстрый результат. Потому что, ну, понимаете, под присмотром специалиста, под его руководством, И следуя индивидуальным рекомендациям, Всегда легче и эффективнее работать, чем, как бы, ну, самостоятельно. Потому что это называется самодельная работа. А она срабатывается вредом. Ну, то есть тем, о чем я говорил на счетах, по сути дела. Ну вот, повторять это, я думаю, не нужно вам. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ оказался вам полезен. Надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что вы сделаете правильный выбор, примете верное решение. Ну, а если какие-то удачняющие моменты у вас появились, пишите в личку. Помогу. Если ответ мой понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.